Всем привет! Меня зовут Олеся и это видео, которое я снимаю вдогонку к сериалу о кистях. Потому как под одним из подобных видео девушка меня спросила под последним видео, так чем же вы в принципе любите наносить тональный крем на лицо? И я подумала, что я рассказала обо всех кисточках, но я рассказала о тех средствах, которые я лично предпочитаю для нанесения тона прежде всего. Потому что когда многообразие кистей, то в любом случае у тебя есть какие-то любимчики и, собственно, именно о них я и не рассказала. И, конечно же, руками я лично предпочитаю наносить жидкие и флюидные средства, потому что если наносить их кистями или спонжами, то расход этих кремов будет несравненно выше, чем если распределить их руками. Собственно, если речь заходит все-таки о нанесении тонального крема кистью, то выбираю я вот такую кисть. Моей кистью уже, наверное, как два года, и приобрела я ее в Таиланде, и это корейский производитель. Но, как вы видите, она не шибко отличается от аналогичных кистей, продаваемых на Алиэкспресс китайцами. Мало отличается она от той кисти, которая продается в подружке. У меня вертится название бренда Декко, что-то в этом роде. Я смотрела, и визуально отличий я никаких не обнаружила. Ну и, собственно, от кисти Кайлин моя кисть тоже отличается мало. Два года назад, когда я ее покупала, собственно, о подобной форме кисти, я услышала от бьюти-блогера, от ковки, по-моему, Виктории Моисеевой. Она тогда показывала Кайлин, и тогда та кисть не была чрезвычайно популярной, но меня впечатлила эта незнакомая для меня доселе форма. И вы знаете, сейчас я уже, наверное, без нее не могу обойтись, потому что она все-таки намного легче вымывается, чем спонжи для макияжа, по крайней мере, те, которые есть у меня, и теми средствами, что есть у меня. И все равно она вымывается довольно сложно. Я ругала кисть Копытца от Шесейда. Так вот, скажу, что по степени вымываемости они, наверное, все-таки практически на одном уровне находятся, то есть плохо вымываются эти кисти. Но здесь все-таки форма намного более удачная и удобная для вымывания. Ее даже вот так можно пальчиком теребить. И, с другой стороны, эта кисть обладает преимуществом перед Шесейда тем, что она очень быстро разносит тональную основу по лицу, несмотря на такие микроскопические размеры. То есть размеры у этих кистей сопоставимы. Но Шесейда, как заявляет производитель, должна наносить тональный крем вот такими, я даже не знаю, втаптывающими, наверное, движениями, точечными, то есть не растирающими, как это принято наносить кабуки, а именно вот так вот тыкающими какими-то движениями. То есть здесь именно растирающими. Здесь очень подвижная головка, поэтому кисть чрезвычайно мобильна и залазит даже в какие-то труднодоступные места на лице. И за это я прощаю даже то, что она вымывается довольно сложно. Наношу я ее тональный крем быстрее, чем, например, кистью от Шесейда, раза эдак в три. И быстрее, чем любыми другими кистями, которые у меня есть. Несмотря на то, что, еще раз повторюсь, она такая микроскопическая. Я, конечно, очень мечтаю о кистях под названием Artist, которые продаются в Америке и которые вот такой же идентичной формы, различных бывают размеров. И, по-моему, шестерка и семерка вдвое больше моей микроскопической кисти. И я думаю, что это будет самый лучший вариант нанесения крема на лицо. Идеальный, я полагаю. Очень я уповаю на то, что когда-нибудь мне удастся такую кисть купить, что как-нибудь я соберусь с духом и закажу ее из Америки. Или, может быть, закажу кому-то, кто туда полетит. Но пока у меня таких знакомых нет. И второе средство, которым я предпочитаю наносить тон, это спонж от Real Techniques. Благодаря своей уникальной форме у него есть скошенная такая боковая поверхность, которой чрезвычайно удобно наносить тон на лицо тоже такими притаптывающими движениями. На курсах по макияжу нас учили наносить тон подобным яичкам совершенно по-иному. Нас учили перекатывающими движениями вот таким вот образом втаптывать тон в лицо. Получается более плотное покрытие, нежели ты просто притаптывающими движениями наносишь на поверхность кожи боковой поверхностью. Но мне такой способ не очень нравится. И в любом случае я перехожу на боковую поверхность, когда речь идет об обработке каких-то труднодоступных мест на лице. Скажу вам, что меня в последнее время очень огорчает качество спонжей от Real Techniques, потому что последний спонж, который у меня еще лежит в упаковке, отличается даже от того, который я сейчас держу в руках. Вот этот мелкопористый, и пользуюсь я им уже, наверное, как несколько месяцев. А тот спонж, даже будучи заключенным еще в новую упаковку, уже такой наздреватый. Как правило, спонжик от Real Techniques становится вот таким наздреватым спустя 2-3 месяца после активного пользования. Вот тогда он становится рыхлым, довольно хрупким, и его довольно непросто мыть, потому что он может порваться в любой момент. А тут он уже выглядит таким поюзанным, но хорошо отмытым и упакованным в новую упаковку. Я не знаю, с чем это связано. И что самое удивительное, что я покупаю эти спонжи и вижу, что они разные, совершенно разные, как будто их делают и производят просто в разных местах. И я, конечно, не могу не огорчаться этому факту, потому что все-таки покупать бьюти-блендер мне пока не хочется. Меня в первую очередь удовлетворяет вот такая форма. Могу сказать, что его не просто отмыть, как и другие, наверное, спонжи, а покупать оригинальное мыло для бьюти-блендера для меня просто какая-то блажь. Мне все мое естество и нутро противится покупать мыло за такие деньги для спонжика. Но, тем не менее, я нашла альтернативу и купила в лажь черное мыло, которое превосходно отмывает спонж практически на 90% от тонального крема. Хорошо справляется это мыло с любыми кистями для макияжа, но особенно видна его эффективность на примере работы с кистями для тона. Потому что, ну, просто потрясающе вымывает он как кисти, так и спонжи. Очень рекомендую. Оно не стоит дешево так, как стоят, например, обычные мыла и тем более хозяйственные. Но несравненно, конечно, мыло от лажь, даже вот эта черненькая, стоит дешевле, чем оригинальное мыло для бьюти-блендера. Я вам всячески его рекомендую. Вот сейчас у меня спонж помыть ни шатка, ни валка, потому что мыло осталось в Иркутске. И мою я его сейчас совершенно другими, с подручными средствами. И, как видите, отмыть его крайне сложно. Поэтому сейчас я спонжик отложила и пользуюсь в основном кисточкой. Но как только доберусь до черного мыла от лажь, то спонж тоже пойдет в дело. Особенно, если это речь будет идти о плотных тонах, для съемки видео прежде всего. В жизни я предпочитаю носить легкие флюиды, жидкие, соответственно, тональные кремы. Я, как всегда, даже из двух средств для нанесения макияжа умудрилась сделать полноценный ролик, потому что трындю. Не прошу меня простить, я просто очень боюсь упустить какие-то детали, чтобы меня нельзя было впоследствии упрекнуть, ну, скажем так, в неадекватной какой-то информации. Пускай лучше будет много, чем что-то я не скажу. Ну, в общем-то, это все, что я хотела сказать о кистях, о средствах для нанесения макияжа. Я надеюсь, что на этом я эту тему закрою, по крайней мере, на некоторое время до приобретения новых кистей. Вам всего самого доброго, весны вам в душе, всего вам самого замечательного. Я вас жду на своем канале, и мы будем с вами болтать о разном. Пока!